Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я хочу с вами поговорить на одну щекотливую тему, касающуюся выращивания томата. Для большинства из нас, ну фермеры, конечно, смотрят, для которых выращивание томата для рынка является профессиональной деятельностью, поэтому наши советы достаточно профессиональные, надежные, но все-таки большинство овощеводов-любителей выращивает томаты для удовольствия. И вот бывает так, что растут томаты, и вроде бы все делаешь, и какие-то танцы с бубнами устраиваешь, но нету хорошего урожая, ну не получается хороший урожай. Вот в сегодняшнем ролике я хочу с вами порассуждать на тему, а вот нету завязей, да, и стоит ли предпринимать какие-то усилия для того, чтобы они все-таки были, и что нужно все-таки сделать, если завязей совсем нет. Почему я решил снять этот ролик для вас и поговорить с вами на эту тему? Потому что в этом году в обилии вот этих превосходных томатов с прекрасными завязями, гроздями завязей, у меня появился один красавец, который на всем растении, вот можете себе представить, на всем растении, не дал ни одной завязи, цветет замечательно, все хорошо, а завязей нет. Ну, в принципе, причины, по которым завязи отсутствуют, всем хорошо известны, да, мы о них говорили и не раз, и в общем их все выучили. Но насколько стоит танцы с бубнами устраивать над такими сортами? Я вам могу сказать, что здесь надо принять, с моей точки зрения, одно единственное решение. Надо запомнить этот сорт и больше просто никогда, никогда его не использовать. Ни этот сорт, ни покупать, тем более его у этого производителя. У каждого из нас своя индивидуальная теплица со своими индивидуальными особенностями. И то, что кто-то показывает, что вот эти сорта вот такие супер-пупер замечательные, это совершенно не означает, что они будут такими же супер-пупер замечательными и у вас. Многие говорят, вот снимали 20 лет назад там грозди томатов, висели ведрами, ведрами не знали, куда деть томаты, ничего не делали. А у вас на канале что не ролик, то опрыскивание, обработка, обработка, опрыскивание, подкормка. Да разоришься вообще на этих томатах, что делать? Но на самом деле истина немножечко другая, да, находится в другой плоскости. Для того, чтобы вырастить большой урожай, прежде всего надо подобрать свой сорт. Свой сорт, который будет хорошо расти именно в вашей теплице. А это можно сделать только опытным путем. И до тех пор, пока вы не подберете свои сорта для своей теплицы, никакие танцы с бубнами, никакие там ухищрения не заставят плодоносить вот эти туго завязывающиеся именно в ваших условиях томаты. И вы можете приложить огромные усилия, и многие, вот я это просто и отвечаю даже на вопросы, на такие крики души многих наших подписчиков, что вот, то есть, да все делаю по вашим рекомендациям, но не завязываются томаты, все, денег потратили, не будем больше никогда ничего высаживать, ну и к черту пойдем на рынок и купим. Все дело в том, что надо подобрать адекватные сорта. Посадите в вашей теплице, там 30 растений, каждого растения, ну там по два экземпляра. Вы 15 сортов сможете сразу вот в маленькой тепличке испытать. И выберите из них 5, которые будут вас радовать цветом, вкусом, размером, формой плодов, скороспелостью и так далее. Поэтому главный секрет успеха выращивания томата, ну скажем, не главный, а с этого начинается успех выращивания томата. В подборе адекватных сортов, адекватных именно для ваших условий. Поэтому постарайтесь относиться, ну, спокойно к объему тех рекомендаций, которые у нас на канале, на других каналах. Поверьте, если вы подберете свой сорт, который у вас хорошо растет, вам по всему уходу за теплицей останется, ну, подкормить, ну, побороться, спрофилактировать с болезнями, ну, там еще какие-то там небольшие технологические моменты, связанные с удалением листьев, с посынкованием, но это все то же самое делалось и 20 лет назад тоже. Поэтому не надо танцевать с бубнами над этими томатами. Все у всех вырастет очень хорошо со средним уровнем вложения усилий. Достаточно лишь подобрать на первом этапе свои сорта. Что ж, надеюсь, вы меня услышали правильно, поняли. Оставайтесь с нами, будем рассказывать и про сорта тоже. По крайней мере, будете видеть, как они внешне выглядят, какова их эстетика, и если они вам нравятся, пользуйтесь. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.